День на Домске День на Домске День на Домске что пройдет в Одессе. Да, да. А вот в это время в Одессе, друзья, конечно же, глубочайшая маевка. И майские настроения, конечно, не могли не сказаться на насыщенности культурной жизни нашего города, потому что устроители концертов и те компании, которые сюда привозят спектакли, они, конечно же, понимают, что вся основная культура в эти дни, она выплеснется куда-то на склоны, на природу, куда-то поближе к костерку, к шашлыкам, но тем не менее для тех культурных ополченцев, которые останутся в городе и никуда не поедут, будет чем себя развлечь. Вот буквально даже уже сегодня вечером в оперном театре всех любителей балета ждет приятный очень вечер, поскольку сегодня состоится галоконцерт «Феерия балета». Это такая сборная балетная программа, которая объединяет и номера классического балета, и современного. Фрагменты классических балетов в постановке великих мастеров прошлого и работы современных хореографов. Интересно, что те номера, которые представлены в этой программе, и номера, и композиции, за исключением половецких плясок, не входят в основной репертуар театра. То есть это вот отдельно вынесенная и вот такая получившаяся удачная программа, что она была вот уже в этом виде включена в постоянный репертуар театра. Это сегодня в 19.00 галоконцерт «Феерия балета». Завтра кардинально другое мероприятие, но при этом тоже сопровождающаяся музыкой, да еще и какой музыкой, очень веселой, энергичной и, как всегда, актуальной. Будь то хиты, которым много лет, но это те песни, которые актуальны и сегодня, и, конечно же, современные популярные вещи. Вот все это вместе случится, произойдет завтра в «Садах Победы» в 21.00 на концерте группы «Дети Фиделя». Ну, величина этой группы в рамках, как минимум, нашего города, она уже такова, что каждый ее публичный концерт, это, безусловно, достояние общегородское, и тех людей, кто приедут в это время в Одессу, потому что «Дети Фиделя» — это всегда, ну, вот, прям вот запредельно профессионально. Вот это количество людей, большое музыкантов, сумасшедшая духовая секция, ну, вот все они и столпы группы, такой вот эмоциональный Саша Мазур и, наоборот, крайне эмоциональный Леша Свидерский, все вместе это даст прекрасный повод для того, чтобы шикарно провести время в субботу вечером в 21.00 «Сады Победы». В воскресенье тоже есть одно мероприятие, которое заслуживает внимания и заслуживает того, чтобы оказаться в рядах других культурных событий в культурной программе сегодняшней. Это спектакль «Женихи». В воскресенье в 19.00 в Мускомедзии состоится этот спектакль. В главных ролях Владимир Горянский и Руслана Писенко. Ну, а в основу этого спектакля, конечно же, легла одна из самых веселых пьес Гоголя «Женитьба», когда четыре, ну, откровенно скажем так, неудачника, люди, которых жизнь потрепала очень сильно, и вот они вчетвером пытаются каждый для себя заполучить дочку, руку, простите, купеческой дочери. Вот в исполнении талантливых артистов все поклонники театрального искусства смогут насладиться этой захватывающей историей, которая, казалось бы, из вполне незамысловатой ситуации превращается вот в такое сатирическое воплощение реальной жизни, ну, и персонажи очень колоритные, все это вместе даст и феерию, и эмоции, и смех, и переживание, и радость. Воскресенье в 19.00 в мускаймедии спектакль «Женихи». Понятное дело, что ни в понедельник, ни во вторник никто, тишина, просто событий нет. Везде выключили свет. Представьте, пустой город, да-да-да-да-да, обрывки газеты и листья ветер развивает по дороге, нет ничего. И только... Прямо вообще... В понедельник, вторник, ну, может, папа дома сыну показывает фокусы. И кто-то бежит за приправами для «Женихи». Да, да. Единственный человек, опоздавший. Две бери приправы. Да. Ну, а уже в среду, уже в среду есть в русском театре спектакль, спектакль, который называется «Love Story», и, как его называют создатели, очень простая история в двух действиях. В том, насколько простая эта история, можно будет убедиться, оказавшись на спектакле, а по сути своей, это шекспировский сюжет, который перенесен в простоквашино. Вот почему мне показалось, да, это вот настолько звучит нелепо, но и при этом это интересно. И ты же понимаешь, что форма отношений между людьми, она идентична и очень схожа, где бы это ни происходило, будь то Верона или будь то какая-то условная деревня простоквашино. Так вот, при абсолютно идентичных условиях юные влюбленные тоже, значит, встречают препятствия своих родителей, ну и плюс еще, когда они попытаются, маленький спойлер сделаю, уединиться на Сенавале, а Сеновалы в деревнях, они обычно где находятся? Да. Вот, и пока ребята думают, да, обычно в клеву, а там еще будут жить, ну такой сарай, в нем еще обитает очень интересная компания, мудрая лошадь, беременная корова, романтичная свинья и артистичный петух и даже простодушный пес. Так это уже беременские музыканты, не? Ну если не беременная корова, то очень похоже, а так, конечно, абсолютная простоквашино, в общем, вот такой, все это звучит как добрейший сюр, каким на самом деле выдастся спектакль Love Story, смогу сказать, когда схожу на него, но если вы сходите раньше, то где-нибудь передайте привет, расскажите, как это было, мне кажется, должно быть интересно. Это среда, 19.00, русский театр. И в четверг тоже есть еще одно театральное действие, тоже оно состоится в русском театре и точно так же начнется в 19.00, это спектакль в одном действии, который длится всего полтора часа, называется он «Записки сумасшедшего», еще одно произведение Гоголя, поставленное на сцене русского театра, вот так получилось, что на этой неделе два гоголевских произведения в Одессе гастролируют, это в то время, как разрушается дом Гоголя. Совершенно верно. Понимаете, все, не случайно, это все, спасите дом Гоголя, пока... Мы вчера вот просто добились признания здесь в «Спасателя». «Записки сумасшедшего» и до сих пор непонятно, что же это на самом деле такое, или причудливая шутка его, такая гения его, или это действительно какой-то месседж был поколением вперед, потому что все звучит так, как будто бы было сформулировано, написано вот буквально позавчера. Так. Про кино рассказать? Да. Расскажи. Расскажу вам про кино. Ну, конечно же, самое главное событие не просто киноманов, а фанатов Марвела, оно пришлось буквально... Когда это закончилось? Никогда, никогда. Там этих персонажей вот так можно... Потом еще женить не начали друг на друге, понимаешь? Мы стоим и... А там какой приплод будет? А вообще! Просто даже страшно себе представить, что это может быть. Так вот, «Мстители. Война бесконечности». Ну, не все, конечно же, герои вселенной Марвел оказались в этом фильме, но практически все. Очень, очень большая такая солянка из всех-всех-всех-всех-всех. Ну и, собственно говоря, по актерам, которые приняли участие в этом фильме, Джош Бролин, Роберт Дауни-младий, «Железный человек». Марк Руффало, «Халк». Крис Пратт, по-моему, он «Капитан Америка». Зои Салдана, кто-то там еще. Я не фанат Марвел, поэтому не все. Не супер-женщина? Супер-женщина. Возможно, это Зои Салдана. Скарлетт Йоханссон – это точно не она. Она же там разведчица. Бенедикт Камбербетч, я знаю. «Доктор Стрэндж», да, я с сыном ходил. Поэтому знаю. Ну, Крис Эванс, еще Том Гиддлстон. Там собрали вот всех. А, «Человек-паук» обязательно будет. Все хорошо. Этот фильм станет девятнадцатым фильмом из кинематографической вселенной «Марвел». Девятнадцатый. Это, поверьте мне, ребята, мы до 150-го не доживем, но он будет. Я точно вам это говорю. Картина эта является продолжением двух фильмов, которые вышли в 2012 году. Фильм «Мстители» и «Мстители. Эра Альтрон», который вышел тремя годами позднее. Видите, они так идут по три года разбили. Вот восемнадцатый год дарит нам очередной фильм, в котором обезумевший от желания подчинить себе мир Танос сумел получить мощный артефакт «Перчатку бесконечности». И вот на эту «Перчатку бесконечности» он собирает камни вечности, чтобы в его руках была сосредоточена сила. Ну, в общем, все супергерои будут его бить, бить и побеждать. Что я скажу? Обязательно смотрите этот фильм в IMAX. Такие фильмы надо смотреть только в IMAX, а не для этого слова. Или вообще не смотрите. Или вообще не смотрите, да. Иначе, правда, смысла нет. Идем дальше. Дальше будет фильм немножко посерьезнее. И, опять же-таки, это вот фильм из категории 50 на 50. Они частенько попадаются. Такие фабула вроде как звучит интересно. Смотришь трейлер, ну, как бы действительно начинаешь верить происходящему, а потом берешь смотреть фильм, он бах и не случился. Поэтому я какую-либо гарантию здесь себя снимаю. Я вам расскажу, а вы уже сами решайте. Если вы любите, во-первых, хоррор, если любите триллер, если этот жанр вам близок, то фильмом вы уже наверняка заинтересуетесь. Называется он «Логово монстра». Расскажет оно о двух парнях, которые занимаются тем, что они работают при ресторане на парковке. Приезжает клиент, они берут у него ключи, и его автомобиль перегоняют на парковку ресторана. Они работают с говори, и когда приезжают гости на наиболее дорогих машинах, они в них садятся. Не сложно в навигации автомобиля сказать «дом», и ты приедешь к дому этого человека, и сможешь, в принципе, если там обладаешь какими-то навыками, а герои обладают, этот дом ограбить. И вот однажды, попав в один из таких домов, выясняется, что в нем находится связанная девушка, которая кричит, которая просит о помощи. В общем, в итоге парень пойдет, он сбежит, но потом пойдет в полицию, и, конечно, на вопрос ему придется ответить, что вы делали в этом доме, я его грабил. Но окажется, что не полиция будет для него страшна, а вот именно тот человек, в чей дом он пробрался, и кто держит в плену эту девушку, и почему, собственно говоря, тоже. Вот такой американский триллер. А есть уже рейтинги какие-то? Нет, он только вышел в прокат, да, поэтому еще на МДБ ориентироваться рано. Здесь только ваша внутренняя интуиция может вам подсказать, идти или не идти на этот фильм. Далее хочу обратить внимание на вышедший в прокат фильм совместного Украина-Литовского производства, фильм, который называется «Зрадник». Это украинская историческая драма, она победила в питчинге госкино еще в 2012 году. Благодаря этому половина бюджета фильма покрыла государство, это было государственное финансирование. Но вот фильм закончили только сейчас, и только сейчас он вышел на экран, там удивительная история. Четыре раза лента меняла название, три режиссера сменилось на мостике. В итоге фильм привел вот с тот вид, в который он вышел в прокат, американец Марк Хамонт. Он в корне изменил концепцию фильма. И вместо исторического рассказа о событиях 20-х годов, а там пойдет речь о повстанцах в холодном еру, он попытается показать в этом фильме восприятие этих событий, людьми из 70-х годов прошлого века. Вот как люди 70-х воспринимали эти события. А события фильма разворачиваются на Одесской киностудии в 71-м году, где один из режиссеров захотел снять фильм, посвященный восстанию в холодном еру. И, конечно же, в условиях советской цензуры этот фильм не мог выйти на экран. Тогда его отдали другой женщине, которая должна была фильм переделать таким образом, что герои должны были превратиться в бандитов. И вот перед ней такая тоже дилемма, насколько она готова или не готова взять на себя ответственность за искажение героической истории. Вот такая вот лента. Ну и я завершу сегодняшний свой обзор. Для тех, кто останется в городе в воскресенье вечером и никуда не пойдет, и при этом любит как раз-таки не то кино, которое показывают в кинотеатрах, а то, которое в кинотеатры попадает крайне редко или не попадает вовсе, то в рамках регулярного показа в клубе «Кино без попкорна» будут давать прекрасную шведскую драматическую комедию. Два смешанных будут жанра. Фильм на грани, правда, двух жанров. «Вторая жизнь Увы». Фильм, снятый по одноименному бестселлеру Фредерика Бакмана. И фильм, который входит в тройку самых популярных шведских фильмов за всю историю шведского кинематографа. История об одиноком старике, который, на первый взгляд, очень злой и не любит никого, и при этом еще вообще пытается покончить жизнью. А потом, когда мы узнаем немножко его историю, наше отношение, отношение зрителя к нему поменяется. Вот как и куда, это уже другой вопрос. Но это воскресенье в ресторане «Гая», киноклуб «Кино без попкорна». Вот так все, что мог, насобирал. Спасибо, Игорь. Отдыхайте. А в остальном шашлыки? Да. Игорь Окс, культурный эксперт с бабочки в постоянной рубрике «Культурная программа». Прерваемся на небольшую паузу и вернемся в студию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова